Всем добра и света, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Мэппер и сегодня мы играем в ARK Survival Evolved. И почему я снова вот этот голенький рыженький мужичок? Правильно, мы находимся в синглплеере. Добро пожаловать на полигон имени Мэппера. И сегодня мы будем испытывать пушечки. Вот такие вот малышки. Вот этот вот миниган, а также ракетную установку. Все они были добавлены в недавних обновлениях, и я сразу же загорелся желанием испытать их на деле. Но сразу начнем с того, что эти пушечки доступны нам только с 85 и 90 уровня соответственно. Да, до таких высот развиваться и развиваться на обычном сервере. Поэтому я решил зайти в синглплеер и затестить, как же ведут себя эти малышки в действии. И еще я решил рассмотреть также нововведенную пушку. Вот такую вот метательную установку. А именно катапульту. Которая позволяет нам, по словам разработчиков, сокрушать вражеские постройки. И особо эффективно действовать именно против зданий. Давайте, пожалуй, прежде чем начать наши сегодняшние испытания, я покажу вам, сколько ресурсов требуется для создания каждой из них. Так, для начала возьмем простую. Так, структура. Металл. Вот она, наша катапульта. Она требует 400 дерева, 300 металла, 390 камня, а также 100 тхача и 100 кожи. Ну, в принципе, это сравнимо с материалами, которые требуются для создания баллисты. Ну да, все примерно так же. Не сказать, что это прям много или мало, но, конечно, 300 слитков это прилично. Но, в принципе, все это вполне себе достижимо. Далее. Теперь переходим к нашим более высокотехнологическим орудиям. А именно... Ой, извините, не ту кнопочку нажали. А именно, к минигану. Правильно он здесь называется. Миниган Тарет. А также Рокет Тарет. Миниган Тарет у нас просит 150 полимеров, 500 металлических слитков, 125 пасты и 100 кожи. В принципе, так ресурсы тоже вполне себе нетрудно добываемые. Вот 150 полимеров, да, это прилично. Но с недавним вводом пингвинов и еще некоторых животных, конечно, сбор органических полимеров также облегчился. И, как я знаю, он может выступать как альтернатива обычным полимерам. А вот с Ракетной Турелью у нас тут позатратнее дела обстоят. 400 полимера. 400 полимера. 1100 слитков. 300 цементной пасты. И еще в придачу 500 электроники. Как вам такая развязка? Да, Ракетную Турель, конечно, крафтить будет очень даже накладно. И, конечно же, 90 уровень требуется для ее открытия. Это тоже такой немаловажный фактор. Так что мало кто может позволить себе такие пушечки. Единственное, что и та Турель, и эта не требуют питания электричества. Это тоже не может не радовать. Что же мы будем делать далее? Приступим к нашим полевым испытаниям. Начнем с катапульты. Для начала я бы хотел сказать, что катапульта, в принципе, имеет те же самые размеры, что и баллиста. Поэтому вполне возможно ее установка на мою старую разработку. Вот такой вот постройки на Парасере. Вот моя коробочка железная. Если кто-то еще не видел мой выпуск про установку баллист на Парасере, то у меня на канале вы сможете отыскать этот видеоролик. И там все будет в подробности рассказано о данной конструкции. Вот теперь мы знаем, что также на эту конструкцию можно установить либо катапульты, либо даже наши нововведенные высокотехнологичные орудийные установки. Все по вашему желанию и усмотрению. Теперь, кстати, немножечко о катапульте. Какие снаряды использует данный тип вооружения? Так, сейчас заглянем в нее и посмотрим. А вот такие вот булыжники. Это массивные куски камня с металлическими шипами, как нам указано в описании. И крафтятся они прямо в инвентаре катапульты. И требует 30 камня, а также 3 металлических слитка. В принципе, это все тоже довольно несложно достижимо. Но как же эта катапульта разрушает вражеские постройки? Сейчас мы это узнаем. Подгоним нашего Парасера для начала к месту ведения огня. Да, это то самое уже всем знакомое место. Те, кто опять же смотрели мой выпуск про баллисты. И вот она, та самая стена для испытаний. Сейчас мы узнаем, как катапульта наносит урон разным типам материалов. Слева у нас тхач, далее дерево, потом идет камень. И в конце нас встретит металлическая стена. Давайте сядем на катапульту. Вот с таким вот звуком она поворачивается. И теперь попытаемся пристреляться. Начнем, пожалуй, с тхачиной стены. Вот, кстати, очень сложно будет, я думаю, мне попасть с первого раза. Давайте посмотрим, какова траектория полета снаряда у катапульты. Опа. Вот вниз надо брать значительно выше. Давайте, опа. Пац. Отлично. Тхачиная стена уничтожена. Ваншот. В принципе, ничего удивительного. Теперь давайте попробуем деревянную стеночку. Заряжай. И... Пли. Фу. Недолет. Окей. Чуть выше берем. Огонь. Отлично. У-ху-ху-ху. Деревянная стена тоже ваншотнулась. Нихрена ж себе. Вот это мощь. Давайте теперь посмотрим, как же пройдет урон по каменной стеночке. Огонь. Попали в нижнюю, как видим, стену. Но она при этом не обрушилась. Что ж, чуть позже мы подойдем и посмотрим, какой же все-таки урон мы нанесли к каменной стене. И теперь завершающий удар по металлической. Но я не думаю, что он принесет нам какой-то результат. Вот мы один раз попали вроде как в нижнюю стенку, но уже для уверенности я еще разок пальну. Чтобы не сомневаться в том, что мы попали все-таки. И теперь давайте подъедем поближе и посмотрим на результаты нашего катапульт-обстрела. Давай мой парасер, поднажми. Высаживаем десант и смотрим. Нижняя, значит, стеночка. 9300. Хм, как-то маловато, кстати. Хотя вот я не знаю, может быть от расстояния как-то тоже зависит. Или же еще какие-то факторы присутствуют при нанесении урона. Потому что 9300 это как-то маловато. Ну, в принципе, что? Орудие это считается примитивное. Для его крафта не нужны какие-то сверхъестественные компоненты. И создать такую вот катапульту нам не составит особых проблем. Поэтому, скорее всего, и сделано так для баланса, что относительно немного урона наносит она каменным постройкам. Но, как видите, дерево крошится просто в хлам. Теперь, я думаю, время перейти к нашим серьезным пушечкам. А именно, минигану и ракетнице. Для начала я хотел бы сказать, какие типы снарядов используют обе из этих пушек. Так, давайте же заглянем в нашу миниган Тарат. И что мы здесь видим? Стандартный Advanced Rifle Bullet. То есть, те же пули, которые заряжаются в обычные турели, в автомат и так далее. Ничего нового. А что у нас в Rocket Launcher? Ну да, обычные ракетные заряды, которые используются также в гранатомете. В принципе, ничего удивительного здесь нет. Теперь перейдем к самому интересному. Для начала испытаем наш миниган. А как же мы будем его испытывать? Сейчас вы все увидите. У меня такая мысля назрела. Сейчас постреляем по птичкам. Будем призывать огромное количество птеродактилей. Так, пошел птер первый. Откроем вот такую вот консоль. И погнали. Но, так, секундочку, не получается. Оп, 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 оп. Спамим птерами, спамим. Много птеров хочется мне увидеть здесь. Эм, а что вы все попадали? Давайте уже, разлетайтесь. Вы должны кружить в небесах. И вы станете моими мишенями. Так, вроде как, плацдарм они освободили. Правда, большинство что-то ползают по земле. Но ничего. Тех, которые летают, сейчас мы позбиваем. И есть такая вероятность, что при убийстве одного из птеров, сразу же остальные взмоют в небеса. Вот такой вот прицел у нас есть. И давайте. Погнали. Оп, минус один. Ну, еще. Отлично. До того не долетают, что ли, пули? Так, готов. Кто еще? Вот еще цель. Вот так вот. Птеры. Оп. Лети. Ты тоже лети. Уничтожить. Ну же. Так. Он к моим животным смылся, нечестно. Вот этого минус о нем еще. Пара пули, все. Птер лежит. Где еще летуны? Вот. Огонь. Так. Так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Жесть вообще. Скорострельность, конечно, просто дикая. Но, как я понял, рейндж атаки не намного больше, чем у обычной турели. Если не такой же. И еще с этой пушки нужно пристреляться, потому что мне вот так вот сходу как-то не особо привычно прицеливаться. Плюс вот этот дым и огонь, который выходит при выстрелах, он немножечко сбивает с толку. Но, в принципе, как видите, проблем со сбитием вражеских теров у меня не возникает. И еще, кстати, одна тонкость, которую я хотел бы упомянуть, это то, что данные орудия не поднимаются вверх. То есть, вот это максимальный угол, на который я могу задрать свой ствол. Так, FPS немножко просел. Ну, в принципе, что хотел, я узнал. Вот такая вот механика стрельбы с этого типа вооружений. И теперь, я думаю, можно перейти к следующей. А именно, к Рокет-ланчеру. И нетрудно догадаться, что с него мы будем разрушать здание. Вот я построил несколько таких мини-крепостей. Одна деревянная, другая каменная и последняя металлическая. И мы узнаем, сколько нужно снарядов для того, чтобы разрушить каждую из этих крепостей. Садимся на Рокет-ланчер. Давайте сначала просто стрельнем в небо, чтобы увидеть механику полета ракеты. Вот да, скорость, конечно, у нее не внушает недоверия. Да, а скорострельность? О, скорострельность хорошая. Вот бомбардировка началась-то, а. Нормально, нормально. Всюду взрывы, огонь. Да, страшное оружие. Недаром оно доступно только на 90-м уровне. Хм, с какой же постройки начать? А давайте, пожалуй, с деревянной. Залп! Попадание, почернело здание у нас. Давайте фундамент немножечко покоцаем. Нормально, держит пока урон. Еще одно попадание. Огонь! Что-то как-то на самом деле слабовато, слабовато. Идет дамаг по дереву. Но, в принципе, это оружие, оно не создано для борьбы с деревянными постройками. Но все равно, мне казалось, должно ваншотить. Просто для сравнения. Урон, который мы наносим с катапуле, той же самой, и урон с ракет-ланчера. Намного более высокотехнологичного оружия. Все это как-то на самом деле странно. О, пошли! Разрушение! Щепки летят! Лес рубят! Все! Испепелили мы здание, походу. Почти под ноль. Да, вот это разрушение, я понимаю. Но, конечно, на основных серверах таким расточительством заниматься никто не станет. Все, рассыпалось наше деревянное здание. Теперь давайте по камню. Вроде как я знаю, explosion, урон, то есть, тип урона, взрыв, а именно ракеты, гранаты, С4, наносят увеличенные повреждения по каменным постройкам. Сейчас узнаем, так ли это. Бум! Одно попадание. И вторым попаданием мы уже ломаем камень. То есть, смотрите, деревянные постройки можно ваншотить с катапульты. Это будет намного экономичнее по ресурсам. А вот каменные постройки намного эффективнее ломаются ракетами. Вот, две-три ракеты и все. Здание просто в крах! Кусочки полетели. Бух! Бух! Да, вот это мощь, конечно. Все. Здание разрушено практически. Попадание. Все, осколки летят. И здание сравняли с землей. Вот такая вот мощь у ракет-ланчера. Еще, как мне известно, с ракет-ланчера можно убивать живую силу противников. А именно, крупных динозавров, таких как Спина или Рекса. Потому что урон по ним проходит тоже приличный. Вот, осколками тупо птера уничтожили. А что будет, если какое-нибудь более крупное животное нам встретится, по которому попасть не составит труда? Я думаю, здесь все и так ясно. Теперь давайте проверим урон по железным постройкам. Пум! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! У-у-у! Семь! Что-то как-то слабовато. Восемь! Ну! Девять! Да что ж такое-то! Десять! Что-то вообще железные постройки очень тяжко поддаются выстрелам с ракет-ланчера. Он почернел, а стена и... Пробили. Да! Железные постройки, конечно, намного более стойкие. Давайте накроем ее грабом из снарядов! Свет испепелит тебя! Гребаная железная коробушка! Получи же! Оп! Опа! Да, сколько мы снарядов всаживаем. А ей хоть букнырь. Вот блин, а! Какая же мощная постройка. Да, против железа воевать, конечно, такими оружиями, я считаю, бессмысленно. Лучше их использовать против, как я уже сказал, крупных динозавров, либо каменных укреплений. Хотя, как знать, как знать, находить применение этому типу вооружения только вам. Ну вот, как-то так мы расковыряли это здание. Как-то слабовато, честно, я вам скажу. Вот, даже половину здания мы не разрушили. Вот, у Пилара еще осталось 940 хп. Две с половиной тысячи. У Пола фундамент немножко покоцали. Не густо. С учетом того, сколько мы снарядов угробили в это здание, я считаю, результат не совсем положительный. И что я хотел бы узнать напоследок. Это дальность полета снарядов сроки тланчера. Так, сядем на нашу пушечку и посмотрим. Так как снаряд летит довольно медленно, мы сможем фактически на своих двоих догнать его. Так, огонь. Выпрыгиваем и побежали. О, догоняем, догоняем снаряд. Все, запомнили место, где рвануло. Где-то вот здесь, не долетая вот до этой пальмочки. Примерно в этом месте взорвался снаряд. Вот это примерно расстояние, на которое бьет наша ракетная установка. И как я знаю, на такое же расстояние бьет и миниган. Ну, не сказать, что прям расстояние такое огромное, но приличное. В принципе, снайпер вас может снять, если вы будете сидеть на такой установке. Применение у них может быть разное. Как наступательное орудие, так и оборонительное. В случае, если, допустим, на вас рейдят какие-нибудь бронто с кучей турелей и железными конструкциями на них, то в обороне такая ракетница, в принципе, могла бы помочь. Потому что, я думаю, друг по другу, такие турели наносят приличный урон. Так как бронирование у нее все-таки считается более слабое, чем у металлической стены. Так что рассыпется такая турель намного быстрее. От взрывных залпов. Ну, миниган, тарет, тоже можно, в принципе, использовать как оборонительное оружие. Где-нибудь на крыше, на открытом месте установили, и все. Никакие орлы, кецали, к вам не подлетят. Ибо та скорость, с которой вылетают снаряды из этой адской пушки, просто невероятно. И, я думаю, у наших летающих дружков шансов подлететь к нам не останется. Конечно, в наступлении эти оружия также незаменимы. Можем ломать каменные постройки рокетланчером, а также уничтожать живую силу с помощью минигана. Тех же самых птиц, или же бегающих по земле людишек. Но это, опять же, все на ваше желание и усмотрение. Вот такие вот у нас игрушечки теперь в РК присутствуют. И, я думаю, многие найдут им достойное применение. А с вами был Мэпер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вступайте в группу канала ВКонтакте. Ссылка будет в описании под видео. Всем удачи и всем пока!